На этом уроке мы проведем грамматический разбор и араб сура «Аль-Адият» «Скачущие» «Клянусь скачущими, запыхаясь» «Аль-Вау» — это харфа «Самин вуджарин» — частицы клятвы и джара, то есть родительного падежа. Мабнива «Аль-Фатхи» — неизменяемым окончанием с фатхи на конце. «Аль-Адият» — это «Исмун муқсамун бихи» — имя, которым поклились. «Маджрурум билвау» — поставлен харфом «Вау» — состояние «жар» «Ва аламуту «жар» — признак падежа «жар» в этом имени «Аль-Касрата з-захирату аля ахири» — явная касра на его конце. «Вал-жару вал-маджруру» — харфу «жар» — и поставлен им состояние «жар» имя, «Мута'алликун бифиалил касамин махадуфи уджубан» — связано, состоит смысловой связки с удалённым в обязательной форме глаголом клятвы. «Ваттақдиру» — «Уқсиму бил аадият» — вместе со скрытым удалённым глаголом это выглядит вот так. «Уқсиму бил аадият» — в грамматическом разборе суры «Аль-Асру» мы уже разбирали подобное, чуть более подробно. Скажем лишь, что «Уқсима» — это «феалин мударин» — глагол настоящего будущего времени, а скрытый в нём в обязательной форме местомене «Ана» — это его фааль. «Ва фаалюху дамирун мустатирун фиихи вуджубан» «Вал-феалю маа фаалих» — глагол «Уқсиму» со своим фаалем все это «джумлетун феалейтун» — глагольное предложение. «Ибетеда иятун» — начальное предложение «Ла махалла ла хаминал-иғараби не имеет места в падеже». Остается сказать, что слово «Аль-Аадъят» на самом деле является нағтым сыфатым нағтым описанным для удалянного, скрытого «Маусуфан-Махзуфан» или «Манұутан-Махзуфан» — то есть «Вал-хайли лаадъят клинус скачущими мчащимися конями» «Фахудзифал маусуфу вақиматис сыфату макана» или «Вауқимал маусуфу вауқиман нағту макана» «Фахудзифал маусуфу вақиматис сыфату макана» после чего описуемое, определяемое было удалено, а на его место поставлено определение, так как оно и так понимается. «Ла бахан» — это мауфулин мутлакун — абсолютный мастер, свободный от всякого вида ограничений мауфулин дополнение «Муаккедун ли амли» — усиливающий смысл своего фактора, своего амли. Его амли является или феулин мустатору нитакдіруху тадбаху — скрытый глагол тадбаху, т.е. тадбаху дабаха, т.е. они, т.е. кони запыхаются запыханием, а глагол тадбаху со своим фаалем, скрытым в нем местоименем «хия», который возвращается к слову «ал-адъят», т.е. вал феулин мау фаалихи, аль мустатору ал-айды или ал-адъят, жумнатун феулетн — глагольное предложение «фи махалли насбин» на месте падежа насб. «Хаалин мин аль-адъяте» — являясь халом, обстоятельством образа действия от слова «ал-адъят», т.е. укусиму бил аадъяте «дабихатин лабаха», ай халя кованиха тадбаху, ай халя лабхиха, клянусь качащими, когда они запыхаются. Значит, как мы сказали, «дабхан» — это мафулин мутлакун, свободно от ограничения мафуль, абсолютно мастер. «Мансубин бил фаали» поставлен в состояние насб глаголом «тадбаху аль-макадр» — скрытым глаголом «тадбаху». У аляматы насбе и праздник состояний насб в этом имени. «Аль-фатха таз-захир туаля ахири» — явная фатха на его конце. Так же слово «дабхан» может быть мафулин мутлак абсолютно мастером не для скрытого глагола «тадбаху», а для самого слова «ал-адъят». Почему? Потому что «дабхан» — якуном аль-аду, так как это скакание сопровождается запыханием скакунов. Или же также «дабхан» — это один из видов скакания, как сказали некоторые. В этом случае «ал-амльф» — фактор является самого слова «ал-адъят». Почему «дабхан» — так как это причастие к действительному залогу или имя действователя, от глагола «ада» и «аду» «адван», который воздействует на окончание слов, так же как и его глагол, от которого он и образован. «Лянна смальфа'али» — ямалу амалу фи'али. Так же «дабхан» может быть сам напрямую халь обстоятельством образа действия от «ал-адъят» в значении «дабхатин» или «давати добхан», подобно тому, как арабы говорят «зайдун адлун», или же «дзу адлун». Остановимся на этом, продолжим иншаллах на следующем уроке. Аллаху Адам.